Заключенные одной из новосибирских колоний теперь сами обеспечивают себя и охрану мясом. Они разводят свиней в подсобном хозяйстве. Здесь же открыли коптильный цех и делают окорока и колбасы. Желающих поработать на ферме много. Это дает возможность сократить срок наказания. Да и зарплата идет, хоть и небольшая. Репортаж Павла Афанасьева. Справиться с 200-килограммовой свиноматкой Стеши из всех сотрудников свинарника может только Антон Маргик. В колонии он отбывает срок за убийство. До этого жил в деревне и умеет обращаться с домашними животными. Надо везде убирать, откормить все вовремя, чтобы пища была холодная, не горячая. То есть такого рода. На работу в подсобное хозяйство колонии Антон попросился сам. У тех, кто во время срока работает, больше шансов на досрочное освобождение. К тому же здесь платят от 8 до 10 тысяч рублей в месяц. Правда, большую часть денег, полученных заключенными, администрация колонии, как правило, списывает. В счет погашения алиментов или компенсации пострадавшим. Зато остаток можно потратить на собственные нужды. Это выплаты поисковым требованиям. Это удовлетворение своих собственных нужд. Купить, что не секрет, осужденные же курят. Хотят приобрести сладости. В подсобном хозяйстве сейчас работает около трети всех заключенных колонии номер 8. Открывая ферму за колючей проволокой, руководство исправительного учреждения заодно избавилось от пустующих помещений. Это здание раньше было штрафным изолятором. Несколько лет назад его перестроили в свинарник. Теперь вместо камер для заключенных здесь загоны для свиней. В стадии уже тысяча голов. За этот год в колонии произвели 37 тонн свинины. Чтобы разнообразить меню заключенных, построили коптильный цех. В нем делают окорока и колбасы. Коптят даже кур, которых покупают на ближайших фермах. Юрий Липовой освоил все секреты профессии коптильщика. И после освобождения хочет открыть собственное дело. Можно открыть свой участок, построить цех и так же заниматься, так же, как и здесь. Будут финансы на развитие, но почему бы нет. Здесь ничего сложного нет. Готовую продукцию с фермы отправляют в столовую и на продажу в небольшой магазин на территории колонии, где ее могут купить заключенные или сотрудники учреждения. Часть уходит в другие тюрьмы региона. Прибыль от хозяйства за год составила больше 700 тысяч рублей. Но руководство колонии настаивает, главное, не коммерческая выгода. Важнее показать заключенным, что зарабатывать можно законным путем, а не торговлей наркотиками и грабежами.